Привет, вы смотрите Атветикус. Наверняка многие из вас знают сериал Стартрек, в котором герои могли моментально переноситься в пространстве с помощью устройства под названием Транспортер. А может быть вы видели фильм Муха, в котором рассказывается история одного не очень удачного эксперимента по телепортации. Любопытно, а возможно ли создать такие устройства в реальной жизни, чтобы путешествовать хотя бы в рамках нашей планеты и за секунду перенестись из любого места на земле, например, в Сидней. Ну вот мы и в Сиднее. Конечно, вы уже поняли, что это всего лишь небольшой видеотрюк. Однако надо сказать, что место, в котором сейчас находится этот удивительный город, еще 150 лет назад было практически недосягаемо для людей, живущих в Европе. Сегодня до Сиднея можно добраться, к примеру, из Лондона на самолете всего лишь за 24 часа. Да, я понимаю, 24 часа в самолете это звучит серьезно, но для тех первых поселенцев полтора века назад это показалось бы настоящей телепортацией. Недавно я сфотографировал старинную рекламную афишу, на которой путешественникам предлагается отправиться в Австралию из Ливерпуля на борту парусного корабля за рекордные 69 дней. Вот мне как раз попался подобный корабль-музей. Условия внутри таких кораблей были в то время не самые лучшие, так что неудивительно, что до других континентов добирались далеко не все. Но все-таки, несмотря на то, что нам и сейчас вроде бы грех жаловаться, можно ли действительно сделать так, чтобы зайти в какую-нибудь кабинку и выйти из такой же кабинки на другом конце земного шара. Идея телепортации заключается в том, чтобы взять физическое тело, затем перевести его в данные, переместить эти данные и собрать это тело заново. Это звучит фантастически, но физики из Калифорнийского технологического института выполнили первую телепортацию еще в 1998 году. Правда, это была даже не муха. Они всего лишь сумели переместить один фотон на расстояние в метр. С тех пор у них получилось телепортировать один фотон на расстояние в 100 миль. Однако, к сожалению, до сих пор ничего кроме фотонов телепортировать нельзя. Дело в том, что в физике есть принцип, который называется принцип неопределенности Гайзенберга, который говорит, что невозможно одновременно знать и координаты частицы, и ее скорость. Это и есть барьер для телепортации больших вещей. Физики научились обходить этот принцип, используя так называемую квантовую запутанность. Они как бы позволяют фотону спутаться и взаимодействовать друг с другом. И после этого они записывают их поведение и передают его с помощью других фотонов. Таким образом, с помощью трех фотонов можно телепортировать один в другое место. Но на самом деле, конечно, это очень сложный процесс, и он пока что позволяет телепортировать только единичные фотоны. А человек это больше, чем один фотон. Согласно подсчетам, в человеке содержится около 7 актиллионов атомов и 60 химических элементов. Каждый из этих атомов должен быть захвачен, прочитан, оцифрован, передан на расстояние, затем процесс должен произойти в обратном порядке. Это займет целую вечность. Согласно студентам из университета Лестера, весь человек, включая тело и память, содержит примерно 3 умножить на 10 в 32 степени гигабайт информации. Это гигантское количество данных. Используя те технологии, которые у нас имеются, передача этой информации на расстояние заняла бы примерно 4,5 умножить на 10 в 18 степени лет. Это 4,5 квадриллиона лет. Другими словами, это в 350 тысяч раз больше возраста Вселенной. Но это не единственная проблема. Та вещь, которая собирается, это не та вещь, которая разобралась. Ее реконструировали. Когда ученые захватывают фотон, они его как бы уничтожают для того, чтобы прочитать. То есть он уходит. Его больше нет до тех пор, пока они не реконструируют его в другом месте. Для человека это означает, что вы должны умереть. Правда, вы оживете опять, но вы будете мертвы посередине. Еще не очень понятно, сохранится ли именно ваше сознание, или вы все-таки исчезнете навсегда, и возникнет ваш точный двойник. Так что пока мы все еще очень далеки от телепортации человека и даже от понимания того, что с нами при этом произойдет. Однако технологии телепортации будут развиваться в цифровом мире. Ученые учатся с помощью принципа захвата фотонов создавать компьютеры, которые будут работать гораздо быстрее тех, что мы имеем сейчас. Ну а с увеличением мощности компьютеров, возможно, мы как-то сможем решить вопрос перенесения атомов в пространстве. На этом можно было бы закончить говорить о телепортации, но мне захотелось помнить еще одну историю. Речь идет о так называемом филадельфийском эксперименте, который произвели в 1943 году. Рассказывают, что американские военные якобы пытались создать вокруг корабля Элдридж мощное электромагнитное поле, которое по научным предположениям должно было сделать корабль невидимым. Но что-то пошло не совсем так, как планировалось, и корабль вместо того, чтобы просто стать невидимым, исчез и появился в другом месте через много миль. Большая часть команды при этом погибла. Еще есть одна версия, что корабль якобы совсем исчез и затем появлялся в разных частях Мирового океана и на непродолжительное время исчезал опять. То есть фактически стал кораблем-призраком или летучим голландцем. Но на самом деле после войны корабль был передан Соединенными Штатами Греции по договору о военном сотрудничестве, где он под новым названием «Леон» прослужил в строю до 1992 года. Ну а что касается тех моряков, которые служили на нем под американским флагом в годы Второй мировой войны, то они со смехом отвергают легенду об эксперименте. А военно-морские силы США вообще отрицают то, что такой проект когда-либо существовал. Так что скорее всего любителей таинственного тут ждет разочарование. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться и смотреть мои другие видео. Да, еще небольшая новость для тех, кто следит за этим каналом. На своей страничке ВКонтакте я сообщил, что скоро в качестве второго ведущего ко мне присоединится мой двоюродный брат Василий. Так что следите за обновлениями. Счастливо! Продолжение следует...